По-американски. Очень важно для барынь, разумеется. Два аршина, восемь вершков роста. Молод. Да в жилых лет мне далеко, как кулику до Петрова дня. Знатен. Некрасив, но и не дурен. И настолько не дурен, что неоднократно в темноте бы ошибки за красавца принимаем был. Глаза имею карие. На щеках, увы, ямочек не имеется. Два голенных зуба попорчены. По элегантными манерами похвалиться не могу. Но в крепости мышц своих никому сомневаться не позволю. Прочатки ношу номер 7,34. Кроме бедных, но благородных родителей ничего не имею. Впрочем, имею блестящую будущность. Большой любитель хорошеньких вообще и горничных в особенности. Верю во все. Занимаюсь литературой и настолько удачно, что редко проливаю слезы над почтовым ящиком стрекозы. Имею в будущем написать роман, в котором главной героиней, прекрасной грешницей будет моя супруга. Спалю 12 часов в сутки, ем варварски много. Водку пью только в компании. Имею хорошее знакомство. Знаком с двумя литераторами, одним стихотворцем и двумя дармоедами, поучающими человечество на страницах русской газеты. Любимые мои поэты Пушкарев и иногда я сам. Влюбчив и не ревнив. Хочу жениться по причинам, известным одному только мне, да моим кредиторам. Вот каков я. А вот какова должна быть и моя невеста. Вдова или девица, это как ей угодно будет. Не старше 30 и не малыш 15 лет. Негодоличка, то есть знающая, что на всем свете нет непогрешимых и, во всяком случае, не еврейка. Еврейка всегда будет спрашивать, а почему ты за сточку пишешь? Отчего ты к папоньке не сходил? Он бы тебя наживать деньги научил. А я этого не люблю. Блондинка с голубыми глазами и, пожалуйста, если можно, с черными бровями. Ни бледна, ни красна, ни худа, ни полна, ни высока, ни низка, симпатична, неодержима бесами, не стрижена, неболтлива и домоседка. Она должна. Иметь хороший почерк, потому что я нуждаюсь в переписчице. Работы по переписке мало. Любить журналы, в которых я сотрудничаю, и в жизни своей направлению он их придерживаться. Не читать развлечения, еженедельного нового времени, на-на, не умиляться передовыми статьями московских ведомостей и не падать в оборок от таковых же статей берега. Уметь петь, плясать, читать, писать, варить, жарить, поджаривать, нежничать, печь, но не распекать, занимать мужу деньги, со вкусом одеваться на собственные средства, нотобенно, и жить в абсолютном послушании. Не уметь зудеть, шипеть, пищать, кричать, кусаться, скалить субы, бить посуду и делать глазки друзьям дома. Помнить, что рога не служат украшением человека, и что чем короче они, тем лучше и безопаснее для того, которого с удовольствием будет заплочено за рога. Не называться Материоной, Акулиной, Авдотьей и другими сим-подобными вульгарными именами, а называться как-нибудь поблагороднее, например, Олей, Леночкой, Маруськой, Катей, Липой и тому подобное. Иметь свою маменьку, серечь мою глубокоуважаемую тещу от себя за 3,9 мель, а то в противном случае за себя не ручаюсь. И иметь минимум 200 тысяч рублей серебром. Впрочем, последний пункт можно изменить, если это будет угодно моим кредиторам. Антон Павлович Чехов. По-американским. Читал Джохангир Абдулаев. Продолжение следует...